Привыкаем в одной руке. Всегда у нас тряпочка, в данном случае салфетки. Берем чистый разбавитель. В разбавителе кисточку не моем, не промакиваем, а вытираем ее. После каждого цвета нужно ее вытирать. Делаем замес. Так, ну тут у нас, в принципе, она такая достаточно темная. Берем марс коричневый. От темного к светлому. То есть в живописи масс нам всегда проще высветлить. То есть задник лучше сделать сейчас потемнее. Потом, если нам надо будет, мы увидим, что сильно темно. Мы добавим вот этих вот радостных оттенков, и будет посветлее хорошо. Ну, гармонию какую-то соблюдаешь, да, чтобы у тебя было гармонично, поддержку композиционную. И вот так вот начинаем штриховательно наполнять веществом краски. Поднашвыряла, поднашвыряла. Желтилка. Желтилка. Привет, Игорю. И так вот нахально. Почему нахально? Потому что это будет всегда интереснее, чем вылизанная картинка. То есть не вот так, а чтобы была какая-то экспрессия, была динамика. Это всегда смотрится выигрышно и красиво. Давай. Давай. Вот, очистка. Поскольку это у нас восход, здесь достаточно много желтого оттенка. Сделаем вот такой цвет. Так. Штриховательно. Задавая определенный ритм. Потому что здесь нужно показать пространство, перспективу. И мазки, масло как бы позволяет это делать, укладывать таким образом, чтобы вот как бы у тебя уже как бы даль. То есть, грубо говоря, по диагонали. Легка. Вот так. Вот так, понятно, да? Сейчас ты вот это сделала, есть слегка развода. То есть нам надо следующий шаг распределить, придавить красочку. Вот таким вот движением. Тем самым мы создаем фоновое пятно. Получилось у тебя такое оно богатое по цвету, красивое. Очень как-то и хорошо сделала. Если есть красивые куски, их не трогать. То есть ты увидела? О, это прикольно, красиво. Все, так, ладно, пока оставлю. То есть беречь красивые кусочки. Вот здесь мне не очень нравится полосатость. Для этого можно взять инструмент, называется фибушка. Из тряпочки делается. И не вытираешь, а распределяешь. Чем отличается? То есть, если ты начнешь сильно долго в одном месте тереть, у тебя краска сойдет, и у тебя будет уже нехорошо. А распределять, распределять. Убрать эту лишнюю краску и распределить. Понятно? Давай. В картине этим не мотив. Достаточно много синего оттенка. Задник у нас здесь достаточно разбелен. Берем ультрамарин. Можно взять голубую фицену. В данном случае ультрамарин светлый. Набираем замес. Консистенция жидкая сметана. И нахальным образом, штриховательно, начинаем укладывать. Сейчас, что мы делаем? Следующий шаг. Мы определяем место расположения цветка. Убираем лишнюю краску. Да, определили. Берем кисть. Находим цвет. Находим цвет, как бы, темный. То есть, да, задника. Задника цветка. Чтобы свет выгодно смотрелся, нужно положить тень. То есть, вот эти вещи темные вкладываешь вот сюда. Одновременно можно уже поработать со светом, световые, да, пятна. Обратите внимание, что у них задан ритм определенный. То есть, он идет вот так, по диагонали, да. И берешь кисть, потираешь ее, чистую кисть. И раздаешь светлые оттенки зелени. Это уже на твое усмотрение, на твой вкус, как говорится. Вот смотри, излишняя у тебя полосатость. То есть, нечего гонять на стихины, ничего нет. Лучше подбавить, погуще второй слой сделать. Вблизи волна, как правило, более бирюзовая. Поэтому, вот этот бирюзовый здесь очень даже уместен и хорошо смотрится. Здесь хорошо по цвету, но по количеству краски маловато. То есть, в это вписывать потом свет от солнца маловато. То есть, вот здесь нормально, а вот здесь прямо маловато. То есть, здесь понятно будет этот кораблик и так далее. Но здесь уже сильно голубой. Добавить надо розовый. Розовый и бирюзовый. Он такой дает глубину света. Где-то более теплые оттенки. Сюда можно подбавить Марс коричневый. То есть, в тень от кораблика поискать в общем оттенок. Какой-то поглубже. Грестцы добавить. То есть, сейчас слишком все очень очень красиво, очень красиво, чистенько. То есть, надо подпачкать грестцой везде равномерно. То есть, вот таким образом. Здесь у нас что получается? Горизонт. В принципе, ты сделала нормально, хорошо. Единственное, единственное, от солнца за кораблем у нас будет свет. То есть, мы здесь должны будем ударить потом светом. Вот таких вещей не должно быть. То есть, здесь надо сделать более гладкий фон. Мы возьмем для этого тряпочку. Сложим ее фигушкой. Сейчас посмотрим, насколько там нам хватит краски. То есть, сейчас будет мало красочки. Да. Да. вот смотри, отлично ты вот это сделала. Вот это очень хорошие куски. Очень вкусные. Вот, видишь, звучит. Здесь, в принципе, тоже так может быть. Вот так вот, смягчить, смягчить. Здесь нормально. Здесь уже полосатость пошла излишняя. Где-то мастихинчиком вот так вот. Раз. О, видишь? Вот это хорошее звучание. Оп. Где-то, где-то перелюбить это направление, чтобы появилась динамика. То есть, не только вот пошло все вот так, где-то дала горизонталь противоположную и уже что-то в этом появляется. Смотри, старайся вот эти места беречь темные, чтобы все не перекрыть этим салатовым. Для того, чтобы объем заиграл, нужна полноценная тень и свет. Свет мы мастихинам в конце покажем, но тень нам нужно в процессе не потерять. Дальше мы с тобой начинаем искать силуэт гор. Берем тот же самый цвет, что и фон, только делаем его белее. И начинаем произвольно, произвольно искать, то есть нам не важно повторять именно то, что мы видим здесь. На удачу, что получится красивого. То нас и устроит с тобой. Джаст. мастихинам мастихинам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok